В череде торжественных мероприятий положил начало митингу Борельефа, открытого в ноябре во время золотого юбилея 20-й школы. В памятной церемонии приняли участие представители вертикали власти, педагогический коллектив и, конечно же, учащиеся, которые уже успели ощутить, что с обретением нового звания именно на них легли почетные, но очень ответственные обязанности. Теперь они по-особенному гордо несут вахту памяти возле вечного огня в цитадели. Теперь с высоко поднятой головой они рассказывают о героях войны. Теперь они сами готовятся надеть погоны, проходя учебу в специализированных патриотических классах пограничной направленности. Инициатива была директора школы Ирины Федоровны, прекрасный организатор. Она все-таки убедила меня, как начальника парижной группы, что должен быть хороший патриотический класс пограничный в нашей школе. Мы его создали, создали с расчетом перспектив, в первую очередь это поступление в институт парижной службы. На сегодняшний момент у нас в институт парижной службы принимают не только мальчиков, но и девочек. К получению почетного звания имени настоящего героя, человека-легенды Дмитрия Михайловича Карбышева, коллектив учебного заведения шел не один десяток лет. Серьезным аргументом в пользу открытия мемориальной доски и обретения звания было существование на базе 20-й школы музея имени Дмитрия Карбышева. И пусть в нем нет большой коллекции личных вещей героя Советского Союза, зато есть книга с автографом генерал-лейтенанта инженерных войск. Она была передана из личной коллекции в дар-музею, существующему в школьном кабинете истории. Здесь проходят уроки мужества, здесь работают ученики-экскурсоводы. На данный момент наша экскурсия посвящена жизни Дмитрия Михайловича в разные его периоды. Детство, жизни в Брест-Литовске, в военный период, научные его труды. Мы занимаемся еще, как уже было сказано на митинге, в кружке Брестоведения вообще историей города Бреста. И у меня, конечно же, когда происходят такие торжественные мероприятия, сразу же в голове рождаются какие-то творческие планы. Как мы будем соединять дальше пограничные классы, работу в Карбышевском музее. Ну, будем надеяться, что и получится. Конечно же, экскурсию по такому особенному, в каком-то смысле даже святому месту, для почетных гостей провели сами школьники. Юные краеведы рассказывали о непростой судьбе военного Бреста, о том, с какими трудностями пришлось столкнуться его жителям в годы войны. И, конечно же, о жизни самого Карбышева и его особой связи с нашим пограничным городом. Пусть пока в этом небольшом историческом уголке еще не так много личных вещей самого Героя Советского Союза, зато здесь живет особая атмосфера. Атмосфера уважения к своему прошлому и к истории своей страны. Я горжусь, что эта школа носит имя Карбышева, что мои труды не пропали даром. И хочется пожелать здоровья всем, и детям, и всему коллективу, и продолжать Карбышевское движение. Работы очень много. И улица Карбышева проводить, и микрослеты. Ирина Фёна уже говорила, что мы хотим провести слеты. Если музей был создан в 2013 году, и мы проводили эти митинги как школа, где есть музей Карбышева, где в 70-е годы была пионерская дружина имени Карбышева, то сегодня первый раз мы проводим митинг памяти Героя Советского Союза в таком новом статусе – школа имени Карбышева. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.